С очередным видеообращением к жителям республики обратился глава региона Владимир Уйба. Смотрите его прямо сейчас. Бурлон Донайортис, добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня свое видеообращение я хочу начать с поздравления. Поздравление с 50-летием нашего замечательного опорного университета, университета имени Петерима Сорокина. И сказать, что, конечно, за эти 50 лет университет воспитал огромное количество студентов. Студентов, которые стали гордостью, которые стали опорой и республики Коми и России. И, конечно же, огромная благодарность ветеранам, тем, кто создавал университет, кто начинал в нем работать. И тем студентам, которые первые заканчивали университет, сегодня они тоже уже взрослые люди. Но я уверен, и те самые первые студенты, и сегодняшние, которые закончили недавно, с любовью вспоминают свою альбоматор. Поэтому всем преподавателям найти как можно больше интересных сторон своего предмета, чтобы студенты слушали вас с упоением и сдавали вам сессии, зачеты, экзамены только на 5 и на хорошо. А студентам, конечно же, учиться все-таки не только от сессии до сессии, но и между сессиями тоже понимать, что студенческая жизнь, она здоровская, она прекрасная, но она очень быстро заканчивается. Поэтому попытайтесь как можно больше наполниться вот этим радостью студенческого общения. С праздником, с 50-летием. И перехожу к обыденности, к эпидеобстановке. Мы опять превысили максимум, который, в общем, уже и становится достаточно сложным. Просто потому, что 2167 человек в сутки новых заболеваний ковидом, это, конечно, для нас просто очень много. И, конечно, я уже говорил, вся медицина, вся служба, и скорая помощь, и амбулаторный, и стационар работают просто на пределе. Но здесь могу сказать, что, конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы максимально снизить уровень. Но омикрон настолько контагиозен, что сегодня любой коллектив, куда пришел человек все-таки в состоянии продрома, то есть предзаболевания, и пробыл хотя бы там час в коллективе, но, по сути, все люди, с которыми он общался, все подвержены заболеванию. Настолько высока контагиозность этого штамма. Поэтому города у нас полыхают, и практически во всех муниципалитетах идет рост. Но снова и снова говорю, что на этом фоне среди заболевших 2167 человек все-таки привитых меньше 10%. 201 человек привитые. Снова возвращаясь к тому, что все-таки 90% заболевших – это непривитые люди. И опять же, привитые болеют очень легко. То есть практически 90% привитых, даже больше, значительно больше, 165 человек переносят легко амбулаторно. По койкам мы дополнительно снова развернули 80 коек, потому что нам нужно соблюдать вот этот разрыв. Я вам уже говорил о нем не менее 20%. Сегодня развернуто 2287 коек, но занято опять мы приросли 1809. Вчера было 1751 койка. По вакцинации. Вакцинацию завершили 415 294 человека, за что вам огромное спасибо. Ревакцинированных также у нас нарастает число 79 012 человек. Но при этом еще очень большой остаток вакцины. Более 129 тысяч доз. Поэтому всем, кто сегодня еще думает, прививаться или нет, конечно, нужно приходить и вакцинироваться. На этом у меня сегодня вся информация. Всего вам самого доброго. Берегите себя, несмотря на то, что вот такой высокий уровень контагиозности, заразности. Старайтесь соблюдать меры предосторожности, профилактики, маска, обработка рук. Ну и, конечно, поменьше тех мест, где большая скучность людей. Всего доброго. До следующей встречи.